Продолжение следует... ...знаменитых святых русских поражает дракона, Георгий Победоносец, поверженный змей. Значит, он сохранился очень хорошо, этот герб, более чем 200 лет назад, когда строились здесь гранитные ворота, был высечен герб. И мы сегодня с вами увидим также второй герб Российской империи, но я должен сразу предупредить, что там уже будет имитация старого изображения, поскольку у нас в крепости была осуществлена большая реконструкция, реконструкция Николаевских ворот, которые мы тоже сегодня увидим. И, кстати говоря, вот те ворота, они признаны лучшим объектом реконструкции года исторической. То есть в 2013 году у нас таким объектом являлся центр Марка Ротко, в 2014 году такой же знаменательный объект Николаевские ворота. Очень интересные. К сожалению, у нас не сохранились Константиновские ворота в крепости. Вот они были полностью разрушены. Сейчас, я надеюсь, на очереди будет реставрация Александровских ворот, которые идут в направлении, значит, северного микрорайона города. Их планируют отреконструировать, да. Ну, это зависит, конечно, с рядом финансовых факторов. Крепость планируется постепенно по частям привести в порядок надлежащий. Сейчас я прошу, мы посмотрим противоположную сторону. Давайте, может быть, расположимся в теньке, где и так палит солнышко. Вот на тротуаре лучше мы тогда встанем с вами. Значит, здесь я прошу обратить внимание эскарповая стена. Так называемая, значит, эскарповая стена, она сделана из гранитных валунов. И эти гранитные валуны, они привезены с острова Эзель. Это место мы сейчас знаем как остров Сарема в Эстонии. В свое время, когда проектировалась наша крепость, значит, планировалось ее строить частично из кирпича, частично из гранита, и сразу же столкнулись с проблемой, что достаточного количества строительных материалов поблизости нет. Тогда царь, он велел произвести определенные геологические изыскания, но нашли месторождения довольно богатые здесь глин, поэтому кирпич делался прямо на месте. Известь и, значит, то, что было необходимо, гравий, песок тоже привозилось на баржах по Далгове. Но вот с гранитом обстояли дела сложнее. У нас, конечно, есть месторождение полевого шпата, так называемого. На полях встречаются немало камней, из которых в свое время был сделан Динабурский замок. Но здесь объем работ значительно был больше. Нужны были тысячи тонн гранита. И поэтому решают гранит выламывать в каменоломнях на острове Эзель. И расстояние, на которое перестояло перевести вот эти гранитные блоки, было около 700 километров. Но в ту фору наша Далгова была судоходная, она не была столь мелкой, как сейчас, поэтому потихоньку тяжело груженные баржи. И, конечно, был труд адский, потому что баржи шли против течения, и тянули их при помощи лошадей вручную. Вот эти баржи поднимались вверх по реке. Вот. И здесь, значит, сгружался камень на берегу. Работали каменотесы. Это были как вольнонаемные работники, которые, кстати говоря, довольно хорошо получали. В день жаловались там около 5 копеек, потом 10 даже копеек. Но по тем временам, это пусть у нас не смешит сумма, 10 копеек это было, ну, в современных деньгах то же самое, что 50 евро. Вот. Деньги тогда имели реальную стоимость, а не номинальную, как сейчас вот. И труд, конечно, был очень тяжелый, работало очень много военных здесь. Солдаты тогда служили в армии 25 лет, и они, конечно, здесь работали бесплатно. Вот. Но также использовался уже после окончания войны с Наполеоном труд французских военнопленных, которых здесь работало 2300 человек на строительстве крепости. Вот. Ну, конечно, в то время, когда не было, в принципе, никакой техники сложной, вот материал был какой, зубило разбивали, и при помощи, в общем-то, раскаливания камня. Забивали в гранитный валун специальные дубовые клинышки, потом камень либо калили в огне, и вот он раскалывался от жара, либо, еще, говорят, был другой метод, поливали эти клинышки там в течение долгого времени водой, дерево разбухает, и просто вот мелкие камни, они раскалывались после этого. Вот. И можем представить, вот даже по одной стене, вот, эскарповый какой-то, был огромный труд. Вот места, где забиты были клиния, видны, кстати говоря, вот здесь довольно неплохо, вот как полосы такие на стене. Значит, при строительстве крепости впервые были применены передовые технологии того времени, то есть применялся уже цемент, вот он только-только появлялся, вот, но еще местами была кладка известковая, известь просто гашенная использовалась, раствор, который использовался в свое время рыцарями при строительстве замков, замешанный на куриных яйцах, он уже не применялся в то время, конечно. И сверху, вот здесь, если обратить внимание, вот вы видите, значит, под слоем дерна, там видны пластиночки металла, вот. Это не что иное, как цинк, цинковые пластинки, значит, им уже более 200 лет, они использованы здесь в качестве материала, который препятствует попаданию влаги и разрушению камня, потому что камень гранитный, конечно, он с годами разрушается. Вот, эскарповая стена местами обвалилась, вот, ну, в данном месте она хорошо сохранилась, но это не в результате нашествия наполеоновских войск, а в результате того, что сейчас на крепостном валу уже нарушена, к сожалению, система отвода грунтовых вод, которая была здесь проложена 200 лет назад, и во многих местах растут деревья, деревья своими корнями разрушают, конечно же, самую прочную кладку. Вот, хотя сейчас деревья сносят частично, но все-таки, вот, к сожалению, этот процесс, он необратим. Но у нас, может быть, вот, вы этот факт не знаете, я его тоже, в принципе, узнал от человека, который занимается немножко сейсмологией, биоэнергетикой, он сказал, что у нас в Даугавпилсе были незначительные подземные толчки, 70-е годы, 80-е, и они, может быть, не проявились в городе, у нас, слава богу, дом ни один не разрушился, но крепость, она почувствовала эти толчки, и эскарповая стена в некоторых местах треснула и обрушилась. Вот он это констатировал. Вот. Но такой интересный факт. Значит, почему так низко расположены бойницы для пушек? Есть этому свое объяснение. За прошедшие десятилетия обмерел, конечно же, душик небоснову, и на том месте, где мы сейчас стоим, здесь не было никакой насыпи, здесь был небольшой деревянный мостик, который в случае необходимости легко убирался, вот, и из пушек, соответственно, можно было простреливать пространство перед крепостью. И вот отсюда, как раз из этой точки, где мы находимся, видно даже для вот нас, не связанных с военным делом, что противник, который стремится проникнуть цитадель через центральные ворота, он попадает под перекрестный огонь. Причем, опять же, легко посчитать с точки обстрела. Вот точки обстрела от нас, значит, справа слева, вот это две точки обстрела, и с редута, который там подальше находится, вот третья точка обстрела, здесь еще одна точка обстрела, значит, получается у нас уже четвертое, вот предмостное, так называемое, укрепление, и пятая точка обстрела, второе предмостное укрепление. То есть, в то время, когда еще не было автоматического оружия, а солдаты были вооружены, значит, ружьями, которые могли только один раз выстрелить, потом надо было перезаряжать, это было очень важно. Вот, противник, вот, штурмуя крепость через центральные ворота, дойти, значит, до цитадели живым имел очень мало шансов. Вот, но это помимо обстрела, еще хочу уточнить, что ров не был таким, как сейчас, сухим, он заполнялся легко водой, поскольку здесь неподалеку есть маленькая речушка Шуница, она соединялась с крепостными рвами, и рядышком находится река Даугава. Вот, весной у нас можно видеть, когда вот, ну, в этом году снега не было, а два года назад, вот я даже видел здесь какие-то люди плавали на байдарках, каноэ, в принципе, ров был заполнен так же, как в старые времена. И на старых фотографиях некоторых тоже можно видеть, что, в принципе, вот эти шлюзы, они в конце 19 века, еще система хорошо действовала, они тоже могли заполняться, рвы все через шлюзы заполняться водой. То есть крепость, она становилась таким своеобразным островом, очень хорошо защищенным. Вот, то есть противник, он должен преодолеть водную преграду, должен уцелеть под обстрелом, но затем, естественно, никто его не ждал и на крепостном валу преодолеть крутой крепостной ров. Если противник врывался в ворота, это мы хорошо увидим на примере Николаевских ворот, которые со стороны как раз набережной, со стороны современной улицы Даугавас, он и там мог попасть под обстрел. То есть вот в некоторых воротах еще были предусмотрены очаги обороны. Там находился караул, который мог сражаться. И таким образом, но крепость для своего времени, она считалась, ну, в общем-то, неприступной. Но я должен уточнить, что со временем военное значение крепости, оно уменьшилось все-таки. И не зря вот последний комендант крепости, генерал Львов, он свою книгу назвал «Крепость-склад Двинск». Поскольку военная техника шагнула далеко, то к концу 19 века, когда крепость наконец-то была достроена, 68 лет она достроилась, она становится уже складом. Вот. И это был один из главных складов, кстати говоря, Российской империи в то время. Потому что еще Николай I, он повелел из города Вильна, который мы сейчас знаем как Вильнюс, перевезти в артиллерийский арсенал Пушкин. Артиллерийский арсенал сейчас является художественным центром Марка Рот. Это одно из наиболее красивых и удачно отреставрированных зданий крепости. Туда было перевезено около тысячи орудий из арсенала города Вильна. Вот. Кстати говоря, ну, с нашей крепостью очень многие связаны известные личности, известный поэт и участник движения младолатышей, просветитель латышский Андрей Кумпурс. Он был, в общем-то, полковником царской армии, долгие годы отдал военной службе, и он заведовал у нас всеми индональскими складами в крепости. На свое время здесь долгие годы успешно служил, был награжден многими наградами Российской империи. Он тоже в нашем городе жил. Поэтому не просто так позволю себе отвлечься. Вот напротив здания бывшего военкомата, а в свое время там, значит, было военное управление, вот в царское время находится небольшой бюст Андрею Кумпуру. Вот это здание, в котором он тоже работал долгие годы. Вот. И, кстати говоря, вот опять же невозможно не отвлечься немножко. У нас есть небольшой квартальчик застройки, который называется «Маленький Петербург». Это застройка вокруг сквера Андрея Кумпура, или «Тарелочка» еще иногда этот сквер называют. Там все здания спроектированы по чертежам архитектора-инженера Штауберта, который выполнял эскизы большинства зданий на территории крепости. Это очень известный архитектор, который, скажем, работал в Петербурге на здании Адмиралтейства. Но таких царь назначал к нам опытных строителей, лучших Российской империи. Вот. И, безусловно, нельзя не упомянуть вот до того, как мы пойдем с вами прогуливаться по территории крепости, а другой выдающейся личности, не побоюсь этого слова, инженере Мельникове, который, в общем-то, был на царской службе и на военной службе, он получил чин полковника, он спроектировал замечательное сооружение, которое служит хорошо и до наших дней. В 1837 году им была построена защитная дамба, которая протянулась вот от района Погулянка до практически вот района Новое строение. она заканчивается там, где расположены наши храмы. Вот Иранская крепость, Борисогребский собор. И эта дамба, она спасла крепость и город от опустошительных наводнений. Поскольку до этого еще генерал Геккель, который по приказу царя, вот как раз и начал строительство крепости, он жаловался царю на опустошительные наводнения в Двинске, которые смывали практически вот большую часть Динобурской крепости. Ну и до этого проблема никак не была решена. Тут даже думали о большом проекте, что может быть как-то изменить русло реки. Но в то время, конечно, такие проекты были трудно осуществимы, даже при том, что царь осигновал огромнейшие суммы. Я могу сказать, что там отпускались разные суммы. Для начала строительства крепости там было 50 тысяч золотых рублей, 100 тысяч золотых рублей. Вот. Ну, примерно вот в современных ценах пересчитывали, вот, 50 тысяч золотых рублей это полмиллиарда евро. Вот. Российские, российская казна очень щедро платила, вот. Но Геккелю в то же время это немножко давало, я вот тут позволю так пошутить, определённые, но преимущества, в каком плане. Он всё время просил у царя дополнительного финансирования. Ну, в принципе, мало отличается от наших современных строителей, потому что мы все видим, как у нас ведётся ремонт дорог, вот, в городе, быстро, в кавычках, фирмы Биндер. Вот. Так же и в то время было. Ничего не поменялось абсолютно со времён. И Геккель говорил, значит, ему надо было обосновать, куда ушли деньги. Он говорит, ну вот, то, что успели мы построить, значит, весной случилось очередное наводнение, земляные валы практически все смытые, запасы пострадали, значит, щебня, извести, всё пострадало. Вот. Ну, на самом деле Геккель очень много там допускал таких, ну, непонятных вещей. Например, одно время он закупал, там какой-то был выгодный подряд, вот, ну, для него, естественно, для его кармана. Он закупал щебень у купцов в Якобштадте, в Якопилсе. Хотя, как известно, расстояние до Якобштадта почти 100 километров, 92. Вот оттуда шли баржи. Вот он говорил, там дешевле. Ну, а по идее-то у нас, вот все помнят хорошо советское время, что у нас здесь тоже работал земснаряд, снаряды, и в царское время можно было тоже черпать и гранты, и песок, всё с однодалгого здесь. Ну, вот он предпочитал у купца в Якобштадте, потому что, наверное, купец что-то, чем-то поделился из Геккелев. Но существует так. Царь даже присылался до инспекторов, всё, ну, как-то вот Геккель вообще был удивительный человек в том плане, что вроде бы царь и разгревается, и потом всё равно как-то убеждал его. Вот, и всё оставалось по-прежнему, крепость потихоньку строилась, но строилась, конечно, очень долго, потому что полное завершение строительства крепости, я подчёркиваю, через 68 лет сначала работ, вот, которые начались ещё в 1809 году, и хорошо сказал Николай Первый, в принципе. Вот, тут тоже я позволю немножко провести параллели с нашими современными строителями. Вот, хороша Динобургская крепость, но вряд ли мне будет суждено увидеть окончание её строительства. Ну, вот он как воду глядел, потому что при нём крепость так и не завершили. Ну, сейчас, как известно, да, это требует, конечно, привести крепость в порядок огромных средств, это связано всё, все проекты по реконструкции, они идут, львиная доля из европейских фондов, вот, но потихонечку будем надеяться, что всё-таки эти проекты пойдут дальше, вот, несмотря на какие политические вопросы, будет приводиться в порядок, потому что на очереди надо реконструировать, конечно же, и военный госпиталь, он в плачевном состоянии, вот, но слава Богу, много сделано, потому что помимо центра Ротко, не будем забывать, мы увидим с вами здание, где в своё время располагалась царская гостиница, где находился комендант, оно отреставрировано, сейчас там находится управление полиции, но располагается у нас тоже изолятор временного содержания, пусть вот такие всё, как и силовые структуры, но в любом случае, архитектурные памяти не сохраняются, это очень хорошо. Ну что ж, сейчас прошу всех, проходим вновь через Михайловский ворот. Небольшой самолёт, истребитель МиГ-19, помнят, наверное, многие. На этом месте вот как раз находился контрольно-пропускной пункт, вот мы прошли, вот, значит, и здесь находился. Он ещё не так давно был, в принципе, при реконструкции убрали. В принципе, вот территория крепости, когда было Долгофилское высшее авиационное училище имени Яна Фабрициуса, она была закрытым достаточно объектом, если ещё в жилую зону можно было попасть, то вход, конечно же, к штабу училища и на территории учебных корпусов был строг и по пропускам только. Вот, но сейчас мы можем осмотреть, естественно, большую часть территории крепости. Почему не осмотрим всю, я поясню. Для этого нам не хватит просто нашего времени запланированного, я так понимаю, что вот мы беседовали с Анфисой, у нас есть примерно два часика, но чтобы посмотреть всю территорию крепости, она составляет около 130 гектар, и длина крепостного вала около 6 километров, мы не будем всё-таки проходить, наверное, как в своё время, когда освещалась крепость, проходил Николай Первый, немножко сегодня жарко, но и крепостной вал, он, к сожалению, сейчас не в лучшем виде для прогулок. Конечно, его приводят в порядок, я тут пробовал как-то походить по нему, но где бурьян двухметровый, где просто вот какие-то камни, ну довольно это экстремально. Но на крепостной вал мы с вами, конечно же, в районе Николаевских ворот поднимемся и посмотрим там пушку, которая сделана была на Абуховском старелитейном заводе. Что ж, сейчас я прошу, мы пройдём с вами мимо центра Ротка и отправимся. Мне, как человек интересующимся историей, конечно, жалко, что не получилось сохранить историческую брусчатку, видим, что она вот там лежит, уже травка порастает, положили у нас другую, ну, так вот было всё спроектировано. Что-то в крепости сохранилось аутентично, как говорится, то, что было в давнее время, но что-то было изменено. Но по дороге мы остановимся с вами от небольшой памятной стелы. Значит, эта памятная стелла у нас установлена в честь очень известного человека в Латгалии, граф Платтерн. Открывал стеллу, приезжал к нам в город господин Комаровский, президент Польши. Вот, кстати говоря, очень приятно, что вот такой значимый человек, он себя тоже отождествляет с Латвией, говорит, что его предки, в общем-то, происхождение вот как раз нашего, латвийского. И латгальские корни. Даже встреча проходила вот тогда президентов Латвии и Польши в имении Свентосмужа. Они не в Рижском замке. Вот так интересно. Но, на самом деле, конечно, по поводу грустному открывалась эта стелла, поскольку, как мы видим, значит, очень строго царское правительство наказало участников восстания. И Леон Платтер, и многие другие польские патриоты, которые участвовали, значит, в восстании против царя и жестоких притеснений поляков в то время, они были заключены в крепости, потом казнены. Действительно, законы были суровые, и время было очень жестокое. Но очень известна также девушка из рода Платтеров, Эмилия Платтер, которая тоже активно участвовала в восстании. Она хотела, в общем-то, своего родственника отбить из рук царских жандармов. Но, конечно, ее маленькому отряду конному было не под силам какую-то предпринять, вот серьезную военную операцию, и она сама, в общем-то, погибла. Но, во всяком случае, память о героях Польши, она сохранилась. И, безусловно, открытие стеллы – это очень важный шаг в том, чтобы увековечить и для будущих поколений. О графе Платтере скажу то, что он в свое время, род Платтеров, владел практически городком Креславль, или Краслава, как мы знаем. Он был очень состоятельным человеком, около 200 тысяч гектар земли принадлежало роду Платтеров. И в то время, когда, значит, город принадлежал графскому роду, он процветал, очень устраивались красивые балы, один из красивейших был замков, в общем-то, на территории Латвии. Вот успешно торговля развивалась. Но, вот, к сожалению, после уже подавления восстания, ну вот род Платтеров, он идет на убыль, поскольку вот многие представители этого рода, они были обвинены, значит, в пособничестве повстанцам, и царь довольно жестоко наказал всех участников восстания. Вот, ну что ж, прошу, сейчас тогда мы пройдем с вами в сторону припасного вала. И вот это небольшое здание использовалось как пороховой погреб. Здесь хранились запасы пороха. Логично, пушки хранили в здании арсенала, порох в другом здании. Когда порохом лежит, перестрелит. Ну, тут уже в то время была крепость-склад, поэтому так безопаснее считалось. А здесь хранились лестницы? Вот, которые ведут на второй этаж, они использовали свое время для того, чтобы можно было затащить пушки на лошадях. Там были очень такие ступенечки пологие, еще ложили доски при необходимости, и можно было заволочить вот эту пушку наверх. А здесь никогда не было конюшнее такое? Конюшнее были на территории крепости, да, но именно здесь. Они были немножко, да, в стороне. А, это для пушек. То есть вы говорили, что там конюшнее на верху пули. Ну, нет, нет, лошадей тут не держали, но здание, вот я хотел бы немножко сейчас позволить отвлечься насчет функциональности здания. Оно было многофункциональным в том плане, что вот сейчас очень логично здесь разместили кафе, я могу сказать, потому что вот я проводил здесь экскурсии для бывших выпускников училища, офицеров. Вот, они говорили, да, вот у нас, говорит, столовая была, вот показывали, где была столовая, вот тоже вот в этом крыле, а другие офицеры мне говорили, а у нас, говорит, была казарма здесь. Вот, так что в латвейское время, вот, мне рассказывал один сторожил города, что у нас в крепости, вот, в зоне арсенала стояло несколько танков. Сейчас латвийской армии танков нет, тогда были танки фирмы «Векерс». Вот, из-за того, что у нас были на территории крепости танки, у нас был разобран деревянный мостик, который мы сейчас увидим. Сейчас восстановлен деревянный мостик Николаевским воротом, чтобы танки могли заехать крепко. Вот, ну, здесь, значит, такая огненная скульптура у нас была, да, вот были торжества, связанные с Роскоцентром, вот, ну, и керамики тут сделали такое интересное произведение искусства. Кстати говоря, вот, я могу рекомендовать, вот, и посетить, может быть, самостоятельно, и, конечно, вести гостей города. У нас рядом с тепловыми сетями там есть малоцентрс, вот, центр глины. Там прекрасные продаются изделия керамические, вот. Может быть, кто-то из вас бывал, там, значит, возглавляет его Янис Сайковский, наш известный керамист, он студию Латгалы долгое время возглавлял, и работы очень интересные у наших керамистов. Вот, он мне сказал, кстати говоря, вот, тоже немножко отвлекусь, говорит, ровно 200 горшков, но посчитать-то нельзя, там вы видели такая пирамидка стеклянная на улице Ригаса, около Весмы, вот, там, говорит, ровно 200 горшков наших керамистов. Ну, это тоже очень приятно, что сейчас, да, учеников, что и на территории крепости, вот, мы видим, тоже традиционный образец, вот, вернее, нетрадиционный образец нашей керамики, это тоже украшает крепость, и очень здесь, на мой взгляд, удачно вписывается все. Ну, конечно, нам повезло, вот, с одной стороны, как хорошо жить в 21 веке, в свое время не было таких удобных лестниц, вот, солдатам приходилось в случае необходимости карабкаться просто по траве на крепостной вал, сейчас все сделано удобно. Конечно, это немножко, может быть, нарушает исторический обувь, но... Без удобства. Ой, высоковато. Ну, я не буду никого сильно мучить, просто, но здесь нам необходимо крайне чуть-чуть будет и пройти по валу. Вот, ну и отсюда открывается прекрасный вид на мостик. Вот, к сожалению, сейчас у нас, я тут уже говорил и с работниками крепости, говорю, ну, надо бы ворота открывать не только до пяти часов, потому что, ну, люди хотят посмотреть и после пяти через ворота пройти, но все связано с финансированием, как обычно, это злой вопрос, и мечта, вот, мне говорил, значит, тут и каменант крепости тоже господин Островский говорит, ну, мы хотели бы, чтобы они вообще и до девяти были хотя бы, но, естественно, должен следить человек, потому что ворота, это тоже памятник архитектуры, и они вот пока что, ну, должны закрываться, вот, когда уходит последний работник крепости, то есть вот до шести часов иногда, а в пятницу они закрываются уже в пять, вот, но это не беда, вот. Значит, у нас все равно, вот сейчас такая, ну, ознакомительная экскурсия, в крепость наверняка вы еще придете, вот, и будет интересно пройти, конечно, может быть, даже и в дальнейшем через ворота, когда будет уже полностью сделана реконструкция укрепления, вот, осмотреть укрепление, вот, пока что просто можно выйти, но вот через, до берега Даугова вы не дойдете, мы видим, что там идет еще, придут строительные работы, вот, створ ворот, который находится, значит, со стороны мостика, он, поверьте мне, значит, значит, он более такой вот новый, а старый створ мы с вами увидим, потому что старый створ обращен во внутреннюю часть, вот он сделан из дуба оригинального, вот, так что, в принципе, самое интересное мы с вами увидим, но чем интересно вот внутри ворот побывать, там видна вот эта последняя линия обороны крепости, бойницы и помещение для караула, вот, так что они довольно интересно устроены, ну, а орла второго мы увидим с другой стороны с вами, сейчас немножечко прогуляемся, сегодня очень, конечно, вы заказали хорошую погоду, нет этой жары страшной 40-градусной, вот, и приятно пройтись по маршруту, которым ходили русские цари, которые приезжали к нам в крепость. Конечно, много сделано работ по очистке крепостного вала, еще пару лет назад здесь все было покрыто такими довольно неприглядными зарослями, в то же время ценные деревья, вот, дубок оставили расти, потому что дуб, конечно, такой уничтожать жалко, вот, очень красивый дубок, да, значит, на противоположной стороне, значит, теперь, ну, у нас, скажем так, вот, ту часть, это тоже часть крепости, посетить нельзя, но, скажем так, я не завидую тем, кто сейчас там находится, потому что это у нас тюрьма строгого режима, как вот не такая грустная ирония судьбы, но вот историческая часть крепости, ставшая тюрьмой, сохранилась, конечно, лучше всего, вот. В свое время предмостное укрепление было необходимо для защиты понтонного моста. Вот именно в этом месте, где мы с вами находимся, через Даугову был сделан понтонный мост, он исправно служил долгие годы, но понтонный мост был плох одним, когда половодье, бывало, что этот мост уносило, вот, поэтому его старались там вот уже до ледостава убрать, иногда не успевали убрать, но сохранились вот воспоминания, которые свидетельствуют, что не раз Александр Первый, Николай Первый, они переправлялись на таких лодочках, на яликах, причем, ну, Николай Первый, он попал в очень сложные условия погодные, начинался ледоход, вот, но надо было срочно, в принципе, перебраться на другой берег, но уже рискнули все равно спустить вот этот ялик среди льдин, сам царь сказал под его ответственность, он взял у одного из офицеров стражи Багор, Багром сам отталкивал льдины, ну, конечно, вот, будем говорить объективно, что, ну, неверно освещалась вот у нас, ну, не в давнем прошлом личность Николая Первого, только Николай Палкин, значит, жестокий такой царь, нет, он был на самом деле, ну, время было, будем говорить, непростое, он остаивал интересы России, это патриот России, очень смелый человек, вот, и, кстати говоря, вот, хотя бы вот даже этот его поступок, ну, надо было переправиться, были важные дела государевы, он мог погибнуть легко, вот, он бросился в этот ялик первый, потому что все офицеры, они боялись, в общем-то, и те, кто с ним был, значит, там и солдаты, и офицеры помогали переправляться, он звание присвоил, вот, и щедро одарил, Багор царский, как его называли, он даже хранился у одного из офицеров крепости потом, но куда-то пропал, вот, потом, поскольку смутное время, и войны, и революция, вот, он требовал, скажем так, Николай Первый многого от других, но и сам, все-таки, представьте, человека, который руководит огромной империей, спит часто под шинелью солдатской, закрывшись, вот, встает в 4-5 утра, вот, совершает поездки по необъятной стране, участвует в военных кампаниях во многих, которые вела Россия, вынуждена была вести, потому что, к сожалению, всегда было много недоброжелателей, вот, у России, и он, самое главное, он был очень человеком образованным, говорил он на итальянском, французском, английском, немецком языках, вот, начитанный, то же самое можно сказать об Александре Первом, конечно, величайшая личность, я считаю, в истории России, просто Бог отмерил ему мало времени, вот, как известно, умер в Таганроге в 1825 году, опять же, умерли, говорят, что он принял монашество, старцем стал, вот, это еще более, если это так, еще более подчеркивает величие этого человека, вот, отказаться от всего, уйти, как говорится, вот, из мира этого, в мир духовный, вот. Александр Первый тоже очень любил наш город, и здесь будет уместно, вот, находясь, опять же, на том месте, где берега реки соединял понтонный мост, упомянуть о июле 1812 года, когда непобедимая 250-тысячная, вот, только вдуматься в эти слова, это и в современном понимании довольно грозная военная сила, стремится захватить, вот, как говорил Наполеон, но хвастался он перед своими друзьями, у меня осталось два врага, вот, с которыми надо побороться, на острове рыкает британский лев, но мы ему подрежем усы, вот, хотя усы-то подрезали как раз французам в свое время, адмирал Нельсен, вот, при Трафальгаре, вот, а второй враг мой, это русский медведь, но русский медведь отправится в берлогу за Урал, вот, тоже русский медведь, как говорится, позволил захватить Москву, но что ждало французов потом, всем известно, вот, когда у 250-тысячной армии осталось едва лишь 20 тысяч гвардии, которая бежала, спасая своего императора, скорее, бросая все, вот. А тюрьма, а тюрьма когда стала там? Тюрьма стала, тюрьма уже стала, это, в принципе, достаточно поздно, в царское время там тоже были склады, но при независимой Латвийской республике, там, вот, политзаключенные содержались, но больше это уже в послевоенное время, во время фашистской оккупации там было гетто, вот, там тоже такая жуткая история связана, поскольку, вот, отвечая на вопрос, да, там погибло много пленных красноармейцев и еврейское население, ну и всех, кого немцы считали, что они помогают партизанам, вот, тоже они были в заключении и погибли, и, конечно, с этим очень трагические страницы связаны истории, поскольку у нас, вот, ну, на территории крепости здесь, как историки говорят, тут людей не убивали, но в Погулянке там покоится население Даугов-Колса, вот, около ста тысяч человек, это страшные цифры, вот, ну, это так, вот, и тюрьма, вот она, да, тюрьма используется сейчас, это здание, значит, но вернемся к истории, значит, армия Наполеона очень успешно захватила большинство европейских стран, не встречая практически никакого сопротивления, Наполеон приезжает со своей штаб-квартирой, обосновывается в городе Вильна, в Вильнусе, там тоже интересная история, говорят, что у Наполеона была возлюбленная прекрасная пани, ну, как человек военный, хоть он был небольшого роста, но был бравый, всегда уверен в себе, нравился дамам, в Жозефине он писал восторженные письма, а в это время, говорят, крутил роман с Паненкой в Вильну, но, во всяком случае, это факт, в Вильнусе он на целых три месяца остался со своим штабом, что редко было, какой-то у него повод был задержаться в городе, не только военный, вот, и сюда он отправляет, не идет он сам, хотя часто Наполеон возглавлял войска, вот, конечно, не был в первой шеренге, но близко достаточно к боевым всегда порядкам вместе со штабом выезжал, сюда он посылает генерала Удино, генерал Удино, окрыленный до этого успешным завоеванием Варшавы, Ковна, Вильну, он идет сюда, к Динобургу, были сведения разведки французской, что крепость не готова, Динобургская, ну и Удино думает, так, если с белыми флагами выходили гарнизоны хорошо укрепленных городов, то здесь мы можем вообще парадным шагом идти, вот, настолько уже самоуверенность была, вот, у французов, вот, что одевают парадные мундиры, керасы надраивают до блеска, вот, и вся эта кавалькада, она следует, вот, представляете, даже, ну, принято было ведь посылать Ольгегард разведку какую-то, нет, зачем? Сдались, там гарнизоны, и тут гарнизон сдастся, крепость не готова, 20 тысяч штыков в армии Удино, здесь, по сведениям разведки, довольно точно они разведали все-таки, вот, что около двух тысяч всего находятся солдаты казаков, вот, но гарнизон крепости было совещание большое, вот, и военные решили все-таки дать бой, вот, и там решающий, наверное, голос был очень смелого казака, майор Бедряга, который, кстати говоря, один из подвижников Дениса Давыдова в дальнейшем, вот, недавно был фильм по какому-то российскому каналу «Эскадрон Гусар Летучих», так смотрю, так, майор Бедряга, думаю, ну вот, это ж наш земляк-то в какое-то время служил, Денис там Давыдов обсуждал с ним тактику, вот, так вот этот майор Бедряга, он убедил военный совет, что отступить мы всегда успеем, а, как он говорит, неплохо бы немножко кровь пустить из носа у французов, неплохо бы это сделать, но пропустили они эту кавалькаду почти, значит, на вот этот берег, к центральной цитадели, и из предмостного укрепления, из крепости начинают стрелять все, что здесь было, вся артиллерия была сконцентрирована вот в данном месте, вот огневую мощь обрушивают на французов, французская в результате конница в панике страшной, вот, кто-то разворачивается, успел счастливчику скакать назад, вот, а большая часть конницы, она сами себя сталкивают в воду, тонут, потому что даже солдаты и офицеры, кто плавать умел в тяжелых керасах, в форме, они идут камнем на дно, вот, ну кто-то спасся, ага, французы поняли, что здесь крепкий орешек, но у страха глаза велики, ага, значит, обвиняют разведку, ошибка, разведка-то точно сработала, вот, просто еще Суворов учил, воюют не числом, а умением, вот, и в свое время очень тоже хорошо, вот было в фильме «Эскадрон гусар-летучих», он хорошо снят, когда Денис Давыдов пришел к Кутузову, вот, перед Бородинским сражением, говорит, ну, Михаил Иреонович, дайте мне тысячу штыков, кто-то на него посмотрел, говорит, с тысячи штыков я и сам смогу, я тебе, говорит, даю 100 казаков, вот, у меня 100 казачков тебе за тысячу и будут, вот так и тут воевали, вот, по заветам, действительно, Суворова, Кутузова, очень смело сражались, но французы пошли в обход, со стороны штурмовали, значит, Северный, но там Северный форт, река Шуница, конница просто завязла в болоте, казачки в это время подоспели, похватали столько французов в плен, что, опять же, начальство крепостное было недовольно, говорит, как нам прокормить армаду французов такую, вот, что делать, ну, что, русский солдат всегда был пленным, пленным благороден, снисходителен, кормили французов, нормально с ними обращались, вот, потом они пригодились, когда уже вернулись вместе с наступающими войсками, восстанавливали эти пленные французы крепость, ну, крепость, в конце концов, французы заняли, пустую, подчеркиваю, пустую крепость, потому что пришла депеша от военного министра Барклая де Толли, значит, который, посовещавшись с Александром Первым, скомандовал войскам отступать для защиты стратегического города Смоленск и Москвы. Возникала угроза окружения русских войск, потому что основная часть силы Дино, она ушла вглубь России, вот, часть французов здесь осталась, но, опять же, отступая, что делают русские войска? Французы остались около местечка Ликсна, вот, бивуаком расположились, но, казалось бы, далеко, спокойно, поставили там какой-то маленький арьегардик, вот, казаки, опять же, с этим же храбрым гусаром, майором Бедряга, они подкрались, всех этих перевязали быстренько, похватали часовых, подняли стрельбу, панику, шум, в общем-то, там все это войско разбежалось, вот, еще они помешали планам французов, это была очень правильная вывозка, французы не могли уже преследовать после этого, они думали, что вообще попали в окружение, вот, так что тут много интересных историй, это хорошо, что не узнал Наполеон, наверное, он бы разжаловал, я думаю, Дино, вот, после такого позора, когда узнать, что, значит, на одного русского 10 французов, и эта вся армада только в панике бегает, как говорится, отступает, вот, а здесь были отнюдь не самые сильные части-то, казаки, да, казаки, вот, они составляли, как теперь говорят, спецназ русской армии, вот, люди очень смелые, подготовленные, а здесь было много новобранцев, вот, в общем-то, вчерашних крестьян, но они тоже смело сражались, естественно, потому что защищали свою землю, французы шли грабить, вот, но мы немножко пройдем дальше с вами. Там я хочу показать, вот, в одном месте, значит, очень впечатляет глубина крепостного рва, даже вот в наши дни он довольно глубокий и очень крутой. Сейчас глубина рва примерно на 2 метра меньше первоначальной, вот, представим. Все равно он довольно глубокий. Валера, а правда, что под Далговой тоннель есть на ту сторону? Я скажу так, что это, возможно, верный факт, вот, но, к сожалению, вот, исторических никаких документов подтверждения не нашло. Я беседовал в свое время, вот, значит, и с работниками крепости, с господином Дукшинским, вот, Артем Махлин. Они мне сказали так, говорят, мы бы рады посмотреть эти документы, документы, все, касающиеся проектирования крепости, строительства, они находятся в Петербурге и в Москве, в архивах, вот, и там, конечно, поехать специалисту допуск получить можно, но это стоит огромных денег, все, вот, и подтверждение, когда будет документальное, но, по легенде, да, здесь, вот, есть ход, который вел, значит, примерно от района, где стоял храм ордена иезуитов, а храм стоял там, где монумент сохранился от истребителя Миг. Храм был взорван, вот он на том пригорочке находился, взорван был отступающими немецкими войсками. И оттуда, возможно, шел ход, ход Дауговый. По другой легенде, ну, тоже говорят, что истарожилы, что немцы перед своим отступлением в 44-м году в подвалы собора навезли каких-то ящиков. Охрана здесь стояла эсэсовская, вот, но что-то прятали очень ценное. Вот, может быть, они, да, вполне возможно, какие-то ценности из петербургских дворцов там прятали. Крепость не следовалась по понятным причинам. В советское время это военный объект секретный, вот. Здесь что-то было, конечно, сделано полковником-казаком. Вот он написал, в принципе, довольно интересный труд по истории крепости. Вот можно в интернете, кстати говоря, вот, если найти, набрать там в гугл, история крепости, казак, то выдаст ссылочку на его книгу. Я в интернете читал, во всяком случае, сейчас эта книга не пересдается, к сожалению. Вот, но многие ходы, как вот мне рассказывали, опять же, бывшие курсанты, говорят, мы в Савоволочку, говорит, тут залезали, говорит, в такие места потайные, что ой-ой-ой. Вот, но уже в конце 70-х, 80-е годы это все начинают закрывать, замуровывать, потому что бывало, что человека потом приходилось тут роту поднимать, искать. Вот, тут очень сложная была система ходов. Не было, конечно, такого хода, чтобы он вел прямо вот по периметру крепость, вот как мы идем, чтобы вот между всеми казематами шел какой-то ход. Нет, такого не было. Но отдельные ходы были между казематами, узкие, запутанные, вот, и находили там интересные разные предметы, вот, и вооружение старое, монеты. Но все это было закрыто, у меня здесь, опять же, вот, друзья жили на территории крепости, они еще помнят, говорят, мы со всеми маленькими мальчишками, там, в конце 70-х еще залезали в некоторые ходы, вот, они, говорит, полузатоплены были, все, потом, говорит, раз, в какой-то день все замуровали, закрыли, и уже мальчишки даже не могли проникнуть. Вот здесь, посмотрите, какая большая глубина, тут метров, наверное, 15-15-20. Тут наиболее глубокий. Ну, к самому краю не надо подходить, но видно даже вот отсюда, у меня обхошен. Вот, здесь одно из наиболее было опасных мест, вот, для крепости, вот, этот, оконечность рва, потому что противник, он, не пройдя в ворота, мог пытаться остаток сил бросить, вот, в обход, значит, но подняться над вверх было практически невозможно. Вода и очень крутые склоны, вот, сейчас они, конечно, заросли уже, значительно травой. Но сейчас мы вернемся с вами к Соколаевским воротам. Крепость, если посмотреть сверху, она имеет очень интересную форму. Это многолучевая звезда. Каждый луч звезды, вот мы на одном из лучей находимся, даже здесь можно представить хорошо, вот, это оконечность такая остаток, почему мы сюда и подходили-то. Вот, каждая оконечность звезды, это укрепленные бастионы, раввелины, и это позволяет крепости успешно отражать атаки противника с фланга, правда. То есть, через ворота противник попасть практически не мог в цитадель, вот, он мог попытаться проникнуть крепость по флангу. Вот, опять же, вот, по оконечностям всех бастионов установлены мощные пушки. Здесь летит вся крепость. Нет, это построено позже, это примерно 1880 год, вот, здание, постройки, и в то время, когда крепость была складом. Свои пороховые погреба были внутри бастионов, куда ни одно ядро не могло долететь. Опасность была только, чтобы солдат, не дай бог, трубку не раскурил. Вот, тогда неприятности не оберется. Тогда, хотел немножко позже, но отвечу сейчас на ваш вопрос. Значит, Николаевские ворота в честь великого князя Николая, он еще был великий князь, название ворот было задумано в то время, когда императором был Александр Первый. Вот, и, значит, другие ворота противоположные, вот мы будем стоять, когда на Николаевске, я покажу, там Александровские ворота, ворота в честь великого князя Константина, которые разрушены, и в честь великого князя Михаила, через который мы пришли. Великие князья. Вот, о императоре Николае хотел упомянуть о нем следующее, что император проводил пристрелку так называемого крепостного вала, но не именно в этом месте, просто упомянуть хочу, что на расстоянии, значит, вот из Карповой стены, в 100 метров, ставилась пушка, и, как говорят военные, прямой наводкой стреляли по крепостной стене. Это лично делал император. Ну, я могу только провести параллели с нашим современным обществом, если бы так вот находили время сейчас проверять каждое здание, каждую, не только здание, дорогу, все, или это делал бы какой-то важный чиновник, вот, или депутат, мэр, было бы очень хорошо, конечно. Вот тут проверял царь-батюшку, потому что, опять же, он брал ответственность на себя, если разобраться, вот. У нас получается так, что что-то нехорошее происходит, не виноват никто, как правило, вот. Но царь сам проверял, он, кстати говоря, претензий у него не было к строительным крепостям, потому что сделана была стена настолько хорошо, что ядро, значит, отлетало, на стене оставались только небольшие выбоины, открашивался немножко камень, вот. Как строят у нас сейчас, мы все знаем по событиям прошлого года, к сожалению, в Риге, вот. Как строят сейчас. Я говорю, самое страшное, что никто не отвечает за преступление, это по-другому нельзя назвать, не отвечают. Потому что надо упомянуть, конечно же, и о здании арсенала еще немножко подробнее. Значит, построено здание в стиле ампир, типичный стиль Санкт-Петербурга. Многие здания в Санкт-Петербурге вот имеют похожие очертания, вот. И особенно приятно, когда приезжают гости из Петербурга, они говорят, ну, мы будто у себя на родине. Ну, знаете, вот, когда проводят параллели с Петербургом, конечно, я не возражаю, это приятно слышать, вот. Что они чувствуют себя уютно, как дома, я говорю, ну, очень хорошо, и будем надеяться, что великолепно также будут и другие здания выглядеть на территории крепости. Там очень интересная планировка. Вот, я не буду, конечно, подробно говорить о музее, пару слов я все равно скажу. Но планировка комнат, она сохранена там оригинальная, в общем-то. Анфилада широкая комната, то есть практически нет никаких дверей. Сейчас, правда, вот в секторе, где хранятся полотна Родко, там на втором этаже находится, значит, помещение такой небольшой гостиницы, называется, резиденция для художников. Вот, там поставлены двери, но в целом, вот эта анфилада комната, она сохранена, и очень удобно было в свое время перемещать вот все это военное снаряжение. А в наше время комнаты, они очень благоприятны именно для экспонирования художественных работ. Вот, поскольку очень благоприятное естественное освещение, определенный тоже микроклимат, влажности, вот, и в здании, соответственно, в летнее время нет такого удушающего зноя, как на улице, но и в зимнее время оно достаточно хорошо сохраняет тепло. Хотя, конечно, проблемы определенные наблюдаются в здании, поскольку оно стояло бесхозным свыше 15 лет, отсырело немножко, но и вот эта влага, она со временем проступает. Вот. Значит, толщина стен здесь достигает, вот опять же мне довелось поговорить со строителями, которые участвовали в проекте реконструкции, говорит, ну, метр, метр двадцать, метр сорок, ну, вот можете представить, как тоже шутят, говорят, ну, вот крепости на подоконниках старых домов можно спать. Действительно, очень-очень внушительно все сделано, солидно. Ну, естественно, в приемке здания участвовал император Николай Первый, вот, который в нашем городе был 13 раз приезжал с визитами. Вот. Александр Первый был немножко поменьше, он 7 раз проезжал через наш город, но Николай Второй здесь тоже бывал много раз, вплоть до своего отречения, он был 9 раз в городе. Вот. И, кстати говоря, вот один из последних визитов, вот он был уже незадолго до отречения, в самом конце 1916 года посетил госпиталь, вручил награды солдатам и офицерам, а его, значит, супруга и дочери, они ухаживали за ранеными. Вот. Причем это не было с каким-то театральным действием, нет. Вот. Они ухаживали за тяжело больными, перевязывали, раны промывали. Вот. Были сестрами милосердия. Но так было вот в ту далекую эпоху. Кстати говоря, вот, ну, в этом году печальное событие такое, вот мы отвечаем, 100 лет начала Первой мировой войны. Самое грустное в этом всем, что, ну, невозможно про это не говорить, люди ничему не научились, и совсем недалеко от нас идет страшная гражданская война. Вот. Страшная гражданская война, которую политики называли антитеррористической операцией. Это война, на самом деле. А госпиталь, то, что было при царе, и вот при... все время там было? Госпиталь был, да. Ну, в царское время все время там находился. А в царское время? И было, значит, вплоть до 1993 года, когда училище ДВУ переводят в Ставрополь, да. Он там существовал. Сейчас очень хорошие планы, вот если даст Бог, как говорится, вот, финансирование будет еврофондов, там сделалось музей, вот, в котором будет, надеюсь, зал небольшой с военной медициной связанный. Это было очень хорошо, конечно. Вот. Значит, крепость, конечно, это сооружение, с которым связаны судьбы, безусловно, не только нашего города, огромной страны, Российской империи, в состав которой входил в свое время Двинск. И мы сейчас с вами подойдем, встанем прямо над Николаевскими воротами. Так, ну, здесь мы сделаем с вами небольшую остановочку. Значит, еще парочку слов, вот, о прекрасном, конечно, здании Арсенала, с которым столько связано интересных исторических событий. Значит, я хотел немножко упомянуть, вот, если вы не были еще по разным причинам, в центре Ротко стоит сходить, вот, но, прежде всего, даже если вы не поклонники абстрактной живописи, вот, музей сам по себе интересен, там проходят разные выставки, вот, как наших местных латвийских художников, так и зарубежных. Само по себе здание тоже заслуживает вашего внимания, потому что при реставрации там сохранены, к примеру, вот, старинные ступени гранитные, дубовые полы, вот, интерьер вам очень понравится. Сейчас выставка проходит там норвежского художника Странда, вот, работа Ротко, исторический зал, вот, небольшой, который рассказывает о Двинске на рубеже 19-го, 20-го века, и на втором этаже там проходит выставка керамики Петериса Мартинсона, вот, вот, тоже очень интересный человек, он уроженец Даугавпилса, потом, значит, он жил в Риге, в других городах Латвии, ну, вот, мне довелось этим мастером поговорить, прекрасный был человек, но он, к сожалению, вот, умер, получается, что, вот, больше года назад, вот, его не стало уже. Он Даугавпилс всегда любил, поэтому еще при жизни работы все сказал, не в Риге они будут, они будут здесь храниться. Вот, там, действительно, керамика, она необычная, стоит посмотреть. Значит, о Ротко, что я могу сказать, ну, в общем-то, Маркус Роткович, это правильная, вот, фамилия художника, это выдающаяся личность, и он явился одним из основоположников абстрактного экспрессионизма, извиняюсь, отвечу, алло. Значит, продолжу свой рассказ. В общем-то, художником Ротко стать не планировал в детстве. Его отец планировал, что он будет раввином, вот, но, значит, он как-то не очень проявлял прилежание, вот, в изучении Торы, Талмуда, даже, вот, рисовал так больше, там, на каких-то клочках бумаги. Потом, в возрасте 10 лет ему приходится уехать вместе с родителями в Америку, там рано пошел работать, рано и много работал, продавал газеты, работал в автомастерской у дяди, тяжело семье приходилось, вот. Очень он пасковал по Даугавпилсу, хотя здесь, в принципе, в Винске прошли его, ну, самые юные годы, и, знаете, вот, меня очень тронули его работы, вот, когда он писал в реалистическом стиле, потому что нас Ротко немножко неправильно представляет, что он рисовал только абстрактные картины, там, живопись цветового поля, нет, он начинал как реалистический художник. Его прекрасные работы мне запомнились, портрет сестры Сони, Шейны, портрет матери, значит, пейзажи он рисовал, скажем, в зале Ротко там есть некоторые репродукции, работа, одна из работ называется «Крепость». Там немножко он изменил, но мне кажется, что он нарисовал нашу Динобургскую крепость, просто он ее изобразил в виде такого замка сказочного, и рядом еще река к тому же протекает, и закат над рекой, но явно это вот детские впечатления, потому что маленький Марк, он любил прибегать на берег Даугова, там, где сейчас теплостанция стоит, и любоваться закатами, рассветами, бегал он и в крепость, вот, почему очень логично, что музей находится на территории крепости. Ну, а потом, почему он перешел к абстрактной живописи, я читал, значит, одну книгу там на английском языке, где приводятся его слова, дословно, значит, он говорит следующее, что это было сказано во время, когда начался Холокост, трагедия еврейского народа, Вторая мировая война, что современный художник не может просто рисовать портреты, пейзажи, когда в мире бушуют эмоции такие, когда рушатся все основы, вот, миросоздание, понятие о добре, зле, художник, он только может все, что повторится в его душе, все эмоции, выплеснуть в виде красок, в виде вот такой живописи, в которой каждый человек увидит или трагизм, или наоборот, подъем человеческой души, и он начинает вот постепенно переходить именно вот полностью в абстрактную живопись. Сперва рисует такие расплывчатые аморфные фигуры, увлекается очень темой мифологии греческой, потом переходит полностью к работам в абстрактном стиле. Художник меня еще потряс тем, что, знаете, вот сейчас такой ажиотаж вокруг его работ, вот, случись бы чудо, ожил бы Родко, он бы, наверное, просто посмеялся. Почему? Я один только случай расскажу из его биографии. Документальный случай, который меня поразил, и он, в общем-то, по своим убеждениям, был социалистом, полный социалист, читал в свое время и «Капитал Маркса», и другие книги, вот, был в обществе левых художников американских, значит, когда он уже был достаточно известен, получает выгоднейший заказ, вот, по тем временам, значит, это конец 50-х годов, заказ на 50 тысяч долларов, 50 тысяч долларов, опять же, учтем, что доллар сейчас стоит по-другому, но в современных ценах это около миллиона долларов он должен был получить, неплохой заработок, согласитесь, написать 12 работ для украшения здания, значит, ресторана, ресторан Four Seasons, 4 сезона, корпорации богатейшие, сеграм, значит, в Нью-Йорке, потом он выполнил работы, вот, получил чек на 50 тысяч, приходит в этот ресторан, и он сказал, я позволю себе привести его слова дословно, вот, потому что, ну, знаете, смело так сказать и бросить чек потом на стол, это не каждый сможет, особенно в наше время, значит, он посмотрел цены в ресторане, покушал, конечно, потом сказал, я не хочу, чтобы среди моих картин пировали самые богатые ублюдки Нью-Йорка, вот так сказал, смело сказал, и бросает чек владельцу корпорации на 50 тысяч, говорит, мне это не надо, забирай назад свои деньги, картины дарят, значит, что-то дарит музей Гуггенхейма, а что-то дарит галерея Тейт в Лондоне, вот, вот таков был художник, характер был еще тот, к сожалению, он рано уходит из жизни, там тоже вот, почему он ушел сам, ну, разные лжетолки, у него была очень тяжелая, болезнь, аневризма, аорты, боли мучили художника, и, как говорится, не повернется язык человека как-то вот обсуждать вот этот поступок, он был неизлечимо болен, и болезнь прогрессировала, поэтому, да, последние годы были очень тяжелые у него, он там запирался в мастерской, но он еще вот, значит, незадолго до кончины, в 67-м году, он основывает фонд помощи молодым художникам, он помнил, что ему, он часто голодал, будучи маленьким, вот, он голодал, ему не на что было учиться, вот он работал, и, ну, человек был, конечно, очень интересный, как и творческие люди, он блестяще закончил первых два курса Ельского университета, вот, ну, его там притесняли американцы, потому что, кто он, он эмигрант, еврейский мальчик из Двинска, может быть, с не очень правильным английским, и его притесняли, там он бросил, вот, он пошел, стал художником, причем таким художником, которого принимал семь раз у себя Кеннеди, вот, это мало кто достоился из американских художников, он поднялся на Олимп славы, поэтому можно любить, можно не любить его живопись, но то, что он родился в нашем городе, конечно, честь и хвала, самый дорогой художник мира, в общем-то, наш, наш земляк, вот, о Дауге в классе он помнил, потому что в книге, значит, которую Ротко не закончил, он говорит, что всемогущему продюсеру, который хвастался, что, может, все его желания выполнить, он сказал, организуй мне персональную выставку, это в середине 50-х в Двинске, но понятно, что Хрущев не был поклонником абстрактной живописи, если бы еще он рисовал в стиле соцреализма, может быть, и пригласили, вот теперь было, конечно, вот работы вернулись уже после смерти мастера, присутствовал я, вот, когда приезжали дети Ротко, Кейт и Кристофер, простые американцы, я скажу только один факт, значит, за ними хотели послать лимузин, как у нас принято, вот, что у нас, посмотришь, приезжают, значит, ребята 18-летние на лексусах папиных в магазин за пивом, нет, они от лимузина отказались, они приехали в Долгоспас на поезде, вот, вот, а это люди миллиардеры, ну вот, соответственно, они переняли многое от отца, по-русски, правда, они не говорят, я спросил, говорю, отец, да, говорит, с нами по-русски говорил, у меня вот один из вопросов и был, потому что пообщались не так много, конечно, тут не было времени, вот, у них, но, говорят, да, мы помним, что, он по-русски прекрасно говорил до последних своих лет, вот, конечно, в основном это уже с их бабушкой, с мамой, вот, но он прекрасно знал еврит, идиш, русский, но и английский выучил потом, если в Ельском университете он еще так затруднялся, потом он говорил свободно по-английски, что его принимали за стопроцентного американца, конечно же, вот, личность очень сильная и очень трагическая, потому что пережил он, конечно, очень много, и он, тоже, вот, последнее, вот, чтобы закончить, да, тему музея Ротка, скажу, что он очень сказал тоже сильные строки, вот, своему другу-художнику, говорит, вот, представьте меня десятилетним парнишкой, который, значит, уезжает из своего родного города, от друзей, я в старом костюмчике, сшитом у двинского портного, ни слова не говорю по-английски, и пароход увозит меня в чужую страну, вот, как это, опять же, к сожалению, созвучно нашему времени, когда многие дети со своими родителями, вот, в поисках лучшей жизни покидают родину, вот, уезжая в эту же далекую Америку, чужую совершенно, и он в Америке, он так и не прижился, он говорит, меня вдохновляют двинские закаты, вот, когда он рисовал знаменитые свои работы, пожалуй, он все-таки рисовал воспоминания детства своего Америка, у него американские картины довольно-таки тяжелые, я видел множество работ, когда был в Великобритании, в Америке я посещал музей Гугенхейма, работы такие грустные, вот, он рисует метро в Америке, вот, этот сабвей американский, могу сказать, сабвей мрачный очень, не как метро в Ленинграде, в Петербурге, вот, вход, вот, переход между мирами, какие-то расплывчатые фигуры, лестницы, нет, там все реалистично вполне, ну, картины грустные, эти небоскребы, маленький такой человек, затерянный, вот, среди вот этих очень четко вырисованы машины, лимузины, здания корпораций, банков, и маленький человек, зажатый вот этим жестоким миром капитала, наоборот, вот, когда он рисует пейзажи, природу проглядывает какие-то мотивы светлые, то есть Америка, да, он стал, по современным понятиям он процветал там, но душа его осталась здесь, и ему деньги не принесли счастье, абсолютно. Кстати говоря, последнее о детях, дети работают, значит, Кристофер, он работает в сфере юриспруденции, Кейт учитель, вот, и он еще психоанализом занимается, они являются простыми достаточно, они работают, как все люди, не просто вот, не просто строят вот особняки, дворцы, да, как вот многие предприниматели. Ну что ж, мы сейчас тогда здесь спустимся. Скажите, пожалуйста. Детьми Родко, потому что они продолжают традиции своего отца, вот, и они выполнили его волю, можно сказать, да. Картины будут, единственное, что они еще будут, подарено 5 картин, но они будут пополняться, будут привезены новые через 3 года. Пока 5 работ. Пару слов обязан я сказать о нашем городе в то время. Значит, город в 1914 году, вот у нас в советское время любили сравнивать, на 1913 год, сколько продукции произведено, сколько ее... На самом деле это время процветания России, и опять же, вот уместно сказать, что трагедия Первой мировой войны, она действительно, ну, не только разрушила одну из величайших стран мира, вот Российскую империю, но и, безусловно, изменила судьбу миллионов людей, вот, живших в этой стране. Город процветал. Не буду подробно говорить, только некоторые сухие факты. Значит, в городе работает 65 предприятий, больших и малых, ну, вот из крупных, да, вот уже успешно работает паровозоремонтный завод, вот, работает крупнейшая в Российской империи спичечная фабрика ЗАГСа, работает пивоваренный завод, тоже один из крупнейших в России, Гуревича, работает кожевенный завод, опять же, один из крупнейших в России, царь думает насчет проведения, значит, российской выставки экономической в Двинске, вот, в городе в то время, значит, по населению, население приближается к 120 тысячам, я читал справочник, раритетное издание 1912 года, Двинчанин, там, значит, посмотреть было интересно приложение, ну, что в этих приложениях, рейсы, значит, на пароходе в Витебск регулярные, пароходное сообщение из, значит, центра города до курорта Погулянка, крепость, регулярно рейсы, значит, паровозные рейсы в Санкт-Петербург, Варшаву, Ригу, вот, и даже в то время начиналось автомобильное сообщение, значит, сообщение, значит, из гаража, значит, в районе рынка до города Ново-Александровск, это заросай, значит, ходил при этом кабриолет, вот, зимой ходила крытая машина, тогда, когда еще в Петербурге-то практически не было никакого автобусного сообщения, здесь уже были поездки на машине, но дорого, правда, стоили, там, полтора рубля, было платить, вот, уже такое такси появилось, царь хотел в 1912 году построить трамвай в городе, с англичанами был заключен договор, были трамваи закуплены, рейсы, но, тоже так, немножко пошучу, без всякой политики, вот, как у нас сейчас, неизвестно, когда мы трамвай увидим, и рейсы, вот, все решают наши власти, белорусские плохие оказались, сейчас, вот, пока не знаем, будут ли российские, вот, но, так и тогда, но там долго решалось сперва, а потом, когда уже решилось, началась Первая мировая война, вот, и город процветал, могу только сказать, и действовало в городе тогда четыре кинотеатра, сейчас у нас один, и то вот я ходил в кино недавно, пять человек в зале сидит, вот, значит, два театра действовали, в городских, как их называли тогда, садах, в парках Александровский сад, это у нас сквер Андреа Помпура, и в парке Дубровина регулярно концерты живой музыки, вот, играл оркестр, ну, в общем-то, в городе была и культурная жизнь активна, библиотеки действовали, различные общества культурные, так и экономическая жизнь была очень бурной, все это было разрушено в эпоху войны и последующей гражданской войны, затем, смуты, вот, и всех вот этих исторических перипетий, которые у нас, к сожалению, были в то время, вот, но, да, вот просто Двинску не суждено было стать таким, ну, крупным центром, вот, именно из-за того, что Первая и Вторая, затем Мировая война, вот, если говорить о Второй мировой войне, у нас разрушено, не будем забывать, 79% жилого фонда города, вот, о населении города, если, значит, до Второй мировой войны в городе проживало 29 тысяч евреев, после Второй мировой войны осталось их меньше тысячи человек, и то, значит, кто успел скрыться у местных жителей, были патриоты, кто скрывал, вот, то, значит, ушел с Красной армии, отступая, вот, поэтому, что тут упомянуть, город был весь, весь в руинах, вот, ну, а Первая мировая война, там у нас все эти вот производства, 60 было заводов, их вывезли, практически в Россию, вывезли, вот, и потом, ну, что-то вернулось, что-то не вернулось, вот, на территории крепости, в то время тоже, конечно, после окончания уже Первой мировой войны, здесь расквартированы были части различные военные, кстати говоря, долгое время польская армия у нас стояла в городе, почти два года, даже маршал Пилсудский жил у нас, вот, в том здании, где прокуратура, вот, да, да, так, ну, сейчас мы подойдем немножко с вами Каземату, потом у нас стоял тут Баусский пол в крепости, в Атриистской армии. А кто родители? Значит, родители, они, ну, как, мама, она была домохозяйкой, вот, а отец был аптекой по происхождению. Аптекой? Родины? Нет, 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 он не был. Значит, здесь мы зайдем с вами так аккуратненько, только не споткнитесь. Вот, вот, посмотреть надо один нам из бастионов крепости. Так, послатьненько. Нет, тут предучих мышей тут нет на самом деле, вот, но вообще крепости, они в более таких укромных местах бывают, предучие мышей. У нас есть на улице Ригас, да, это очень хитрое место, вот, могу, такое вот, вам сделать предложение, когда будете гулять по улице Ригас, попробуйте найти, там на столбике фонарном, напротив кафе Весма, вот, есть летучая мышь, вот, это, говорят, наша крепостная мышь залетела, там, ее и запечатлили. Вот, здесь большая колония, одна из самых больших мать летучих мышей, 10 тысяч штук, крепости живут, но не именно в этом ходу, нет, они, они в более спокойных местах, сейчас тут заходят туристы в течение дня, вот, во многих казематах они живут, вот, здесь мы не встретим, если вечером поздно прийти, они просто летали бы, возможно, только охотились на насекомых на территории крепости, вот, но тут можно оценить хорошо, да, вот, кладку, и против современной калпицы, в общем-то, стенка выстоит хорошо, вот, кладка очень, очень прочна. Значит, ну, можно было перейти, так вот заложено, уже дальше, можно было перейти, конечно, из одного помещения в другое, вот, микроклима, здесь температура, вот, даже, когда у нас жара стояла 35, ну, было так же, покладенько. Ну, вот, сейчас немножко сыро, потому что, ну, система, уже, видите, плохо действует, стены стали покрываться, вот, есть ли такое? В своё время, конечно, да, к сожалению, это правило, открашивается, отравливается кирпич, но система сейчас, как-то старая, не работает, уже отвода грунтовых вод, и при рекламе, все, что нарушили. Ну, вот, когда ещё было училище, вот, надпись за старых времён, не курить, там ещё бывало, что и курсанты где-то оставят свои, афографы, да, кто служил такого года. Ну, конечно, опять же, мне говорили старожилы крепости, что, в общем-то, на 93-й год надо было мало сделать, просто поставить здесь охрану хорошую. Вот, или зебосардзе, или полицию, вот, перенять жилой фонд, потому что мы все помним хорошо, время, конечно, было такое сложное, и многие здания, они были просто, ну, разграблены. До того, как появился у нас, наконец, контрольно-пропускной пункт и охрана, выламывали всё, выламывали подоконники, окна, батареи, так называемая, это не была приватизация, это было разграбление крепости. Вот, я помню, в 94-м году, будучи студентом, ещё я ходил здесь, были из Германии несколько учёных, историков, они, конечно, фотографировали и ужасались, выходили просто машины, вот, из крепости, но это было время такое, вот, безвластия, скажем. А вот это вот здание? А что в этом за ним было? Не совсем безвластия, это я помню тоже статьи того времени. Потому что латвийская армия здесь находилась с 1920-го по 1940-й год, да? Нет, последнее было 2 ИУ, поэтому это было... Ну, как бы то ни было, вот, да, в этом здании находилась военная кафедра, вот. Да, да. Значит, небольшой комментарий о здании, хотел бы сказать. Значит, оно вот построено в таком интересном стиле, это нео-готический стиль. Мы здесь видим интересные такие своды, вот, своеобразные, ну, декоративные решёточки на окнах. Там внутри имеется ещё очень интересная дубовая лесенка. Но, к сожалению, сегодня, вот, по пятницам центр информации очень рано закрывается. Вот, но я надеюсь, что вы в крепости ещё побываете, сами прогуляетесь. Вот, вдохновил, может быть, я кого-то и на посещение музея посмотреть, потому что, опять же, вот, про музей отвлекусь. Значит, у нас бытует мнение, неправильно, что там сумасшедшие деньги надо платить. Нет, вы можете прийти, скажем, сказать, я хочу посмотреть только зал Родку или выставку. И вы купите билет, там, с экономией, там, 50% цены сэкономите. Не обязательно весь смотреть музей. А там, по-моему, первое воскресенье месяца большие спины. Да, первое воскресенье месяца, там, вообще, вы сэкономите чуть ли не 80% стоимости, вот. Поэтому сходить надо. Ну, а здесь тоже тогда зайдите в это здание, тут дубовая лестница, такая минтовая наверху стоит, значит, бак, но он пустой, бак для воды. Значит, он на заклепках вмещает примерно 30 тысяч литров воды. Не знаю, не проверял, так говорят. В свое время, значит, башня, она служила для водоснабжения всей крепости, вот, снабжала водой. Вот, и бак этот отреставрирован. Вот, наверху там еще есть, когда вы подниметесь наверху, где два маленьких окошка, там есть, наверху, значит, маленькая такая табличка каменная, на ней написано, значит, инженер-полковник Биттер, почти как Бальзам Биттер. Ну, вот, он участвовал в работах по проектированию на топорной башне. На вопрос о воде сразу отвечу, значит, еще не заданный вопрос, предвосхищу. Воду брали с Далговы. Вот, тогда река была чистой, очищали ее при помощи фильтров, значит, помпа здесь стояла, ну, качественная вода была достаточно в то время. Вот, значит, сейчас я предлагаю посмотреть фрагмент памятника, он, к сожалению, разрушился. Вот, Первая, Вторая мировая война, вот, до Первой мировой войны у нас, значит, такой интересный памятник, значит, наверху была чугунная пушка «Орел», он стоял у нас, это Ругельский лес там виднеется, в районе Ругель, вот. В Ругеле у нас был пехотный лагерь крупной русской армии, вот, и, значит, там побывал в свое время император Николай II, он опускал войска перед отправкой на русско-японскую войну, вот. На памятнике, значит, как я говорил, был двуглавый орел, пушка, вот, ну, после Первой войны мировой, вот, уже памятник был разрушен, вот, только пушка уцелела, потом осталось вот только, значит, здесь чугунное ядро настоящее, фрагмент, и надпись. Значит, это валялось, может быть, вот, вы знаете, в Ругелях там у нас есть территория, которая принадлежит Латфенерго, вот, там, значит, я не знаю, что конкретно там находится, вот такой красный дом стоит неподалеку от котлована Ругеляхского, вот на той территории находился фрагмент памятника, два года назад его в крепость перевезли. Вот, он, конечно, в грустном состоянии, но здесь видно, соорудили 30 июля 1913 года, вот, значит, на том месте, где в 1904 году, это я уже прочитаю, что мы здесь не прочтем, был царь, значит, войска 25-й пехотной дивизии, начальник дивизии, вот, это тоже еще читается, генерал-лейтенант Булгаков, вот, а кто строил памятник, значит, проектировал и работал штабс-капитан Ходжасевский, вот, ну, здесь изрешечено было осколками, пулями, вот, к сожалению, пушка в местном направлении исчезла, но памятник занял сейчас более достойное место, перевезен он, слава богу, что хоть что-то сохранилось, вот, ведь с историей, вот, войск, которые стояли в крепости, у нас связаны до сих пор, вот, современные названия улиц, это улица Номитню, есть в нашем городе, лагерная улица, маршировали лагеря пехотные, вот, идет, значит, там, через Гайок она, вот, эта улица, и улица Смилшу, Песчаная, это, в другой пехотный лагерь, стропы отправлялись к кавалеристу, по улице Ятников, опять же, по химии, где стоял густой сосновый лесок, о чем, опять же, еще некоторые сторожилы города помнят, что такого района химия не было, ну, барханы были, как говорят, песчаные, и лес сосновый, и улица Смилшу, на берег озера стропы. Так, сейчас прошу обратить внимание, вот, значит, здесь оригинальные дубовые ворота, вот эти створные ворота, им уже около, получается, по времени, около 180 лет, вот эти створные ворота, они отреставрированы, ну, закрываются, как вот мы видим, на ночь, значит, а наверху, ну, уже современном исполнении, герб Российской империи, но именно вот так он и выглядел, так и располагался, и две алебарды, декоративные, алебардами была крепость украшена. Хорошо, сейчас нет фонарей, но к 1912 году были уже электрические фонари, здесь стояли, вот, по тем временам это, конечно, огромное достижение, еще в 1870 году телеграфная связь была с Санкт-Петербургом, вот, и к 1913 году, к началу, в общем-то, первой мировой войны, здесь был один из лучших госпиталей России военных, в общем-то. И в то время, ну, это тоже огромные были средства, и только-только бонезапевтиционный генн уже здесь появился, так что госпиталь был очень на высоком уровне. Здесь здание арсенала, ну, вот, как я говорю, во время училища тут была одно время, в начале 50-х годов казарма, потом столовая была, вот это дом офицеров, вот это здание, которое, я тебе помню, что было, ну, в каком плане, так, вирсник у нас был, значит, офицерский состав был еще в латвийской армии, латвийская армия, потом командный состав советской армии. Значит, ну, у нас сейчас, конечно, территория крепости, она может использоваться кинематографистами успешно для снимок фильмов о Второй мировой войне, потому что это здание разрушено, в запустении, и вот тут многие... Я видел, я видел два года назад киностудию CDF немецкая снимала здесь, значит, фильм, ужаснулся, потому что, ну, прихожу, да, ходят здесь, значит, СС-овцы, закатаны рукава в повязках, такие краснолицые все, с автоматами, вот, виселицу сооружащими еще больше напугало, ну, вот тут и местные жители тоже так, лица, наверное, не ожидали такого, тут дойче комендатур висит надпись, в общем, вот этот вот уголок крепости, вот, от нас, вот, улочка императора, он выглядел довольно жутковато. Я думал, что я попал в 41-й год. Но разрешение было не было? Было-было, да. Это есть. На деревьях, наверное, еще не было. Жаль, что не посмотрел я этот фильм, вот он как-то, наверное, в Германии показывался, в интернете тоже не нашел. Вот, но в советское время у нас, да, вот, был такой фильм о партизанах, о партизанах Зимарах, белорусская киностудия, мне рассказывал тоже один бывший военный, он говорит, нас кусали, мы ездили в Ельцин, посадили в машину, говорит, горожан тоже, вот, перепугали, говорит, вся эта эсэсовская, говорит, вся эта, говорит, банка эсэсовская, по улице, по улице, по улице Наш Гришин делают сейчас стоматологию, говорит, там катались мы, говорит, вот там, потому что брусчаточка, говорит, еще танк подогнали, вот, откуда-то, и, говорит, город выглядел, люди тоже, говорит, шагают, но еще все-таки время такое было, не так много прошло со времен войны, говорит, господи, вышли, фашисты вернулись, перепугали жителей, но у нас фильмов, вот, в рекусь, немножко снимали же много, я специально, вот, как-то, тоже с интернета там нашел, там, серию там закачал, «Государственная граница», вот такой фильм был, значит, известный в советское время, довольно снятый, его две серии снимали, да, он выпился, вот, и на территории крепости, и мост наш сменский снят, вот, в наш город каждый год приезжали кинематографисты, но я специально изучил эту тему, написано, в 1926 году у нас сняли исторический фильм, значит, о бравом лусаре, императорский левгарде, Михаил Строгов назывался, вот, думаю, ну да, в принципе, вот еще во времена немого кино у нас фильмы уже ставили в городе, вот, так что это интересно, конечно, но будем надеяться, что все-таки будут киносъемки, ну, два года назад у нас сняли в фильме, вот, режиссер возница, партизана, в «Гумане», как, например, снимал. А здесь все кино, мы сейчас не снимаем, пока там сзади, сейчас не снимаем, пока там сзади, пока там сзади, он располагался в территории штаба, в гостинице, и потом уже уезжал на Вархаву. А там это было? Для человека, который помнит крепость вот в старом виде, ну, уничтожены некоторые все-таки такие знаковые элементы, которые сохранить надо было. Например, все-таки у нас благополучно, даже вот и лихие 90-е, простояла часть фюзеляжа самолета, где, значит, был бы рельеф Яна Фабрициуса, вот, но почему это было не сохранить? Опять же, вот, значит, два года назад в неизвестном направлении это исчезает. Потом, опять же, наши строители, вот, я был во многих городах Европы, и меня там поразило, насколько бережно относятся к природе. Реставрируют исторические памятники, дворцы, вот, строят дома. Каждое дерево, строители я наблюдал в Париже, в Лондоне, они обернут, значит, специальным материалом, корни стараются не подрыть. У нас здесь росли, вы помните, прекрасные ели, очень серебристые ели, причем охраняемое растение. Строители первым делом, значит, первым делом, ну, это вообще, честно скажу, у нас какая-то в городе болезнь. Все деревья были уничтожены под корень. Я уверен, что хотя бы часть из них можно было, ну, хотя бы, ну, не знаю, три каких-то елочки сохранили. Это никакого грозника мы не приносили, ничего этого не было. Приезжают в командование крепости. И также, значит, в подвале была темница. Вот с темницей связана интересная история, но мы, когда подойдем с вами к табличке мемориальных памяти о декабристе Вильгельме Хюхербеке, я эту историю расскажу. Вот она звучит как легенда, тем не менее, это абсолютная правда. Вот. Ну, а сейчас, вот, как хорошо шутят, опять же, вот, мои знакомые, кто живет в крепости, говорят, у нас район самый охраняемый. Во-первых, говорит, пушки есть. Вот, во-вторых, обнесены мы крепостным рвом и стенами, говорит, ворота, говорит, уже одни закрываются на ночь, потом и другие будем закрывать. Ну, и, как говорится в стихах, моя полиция меня бережет. Вот, у нас управление, да, вот, тут полиция, и, безусловно, очень бы хорошо, если господа полицейские разрешили когда-нибудь посещать здание. Об этом велись разговоры. Там строители отреставрировали вот центрального входа очень красивая чугунная лестница царских времен. Хотя бы это посмотреть. Понятно, что не в рабочие кабинеты, да, но в фойе, может быть, со временем. А что было, когда двое уйдет, что там было? А где штаб? Да? Был штаб, да, вот. Штаб был всегда, оказывается. Да. Штаб был всегда, вы правильно проводите параллели, в принципе, ну, штаб, полиция, ну, какая разница. Штаб в свое время Баусской дивизии, да, когда Латвийская армия была, царский штаб. Значит, поэт Вильгельм, значит, Тарпович Кюхельбекер, друг нашего великого поэта Пушкина, вот, значит, участник декабристского восстания. Но, значит, судьба распорядилась так, что Кюхельбекер, он должен был бежать, в общем-то, из Петербурга на территорию царства Польского, которое входило в состав Российской империи. Но кто-то его опознал из жандармов, и он был схвачен, находился одно время в Петропавловке, потом попал, значит, в Зинобургскую крепость. Но здесь, в общем-то, условия содержания были довольно хорошие. Вот он в подвале тут находился, этого здания. Он, значит, будучи в крепости, познакомился тут с дочкой коменданта. Вот, и между ними были определенные романтические чувства. Коменданта тоже был человек достаточно благородный, он сделал определенные послабления. Кюхельбекеру давалась бумага чернила. Конечно, царь бы узнал, не поздоровилась ни к коменданту, никому. Он мог писать и прогуливаться. Значит, правда, как он в Кюхельбеке вспоминает, в отдалении шествовало два солдата, значит, с ружьями наперез, ну все, но он гулял, общался, дышал свежим воздухом. С учетом, что в Петропавловке он томился в камере, вообще, как говорится, не вдыхая свежего воздуха. Это были комфортные условия, но, он вспоминает, когда, значит, готовились к приезду царя, это было дурным знаком, на меня одевали сразу же кандалы тяжелые и давали тачку. Он ходил тут, работал с тачкой. Вот, но что поделать. Потом он был переведен в Шлиссельбург, конечно, уже условия содержания опять были плохие. Ну, сейчас мы пройдем с вами, посмотрим немножко передачки. Вот тоже пример, вот зачем проводить было рубку лип, вот здесь, если разобраться. Ну, какая картина. Там, конечно, погреться хорошо, но липу можно было сохранить, вот эти прекрасные деревья. Жалко. Еще три года назад как-то мне тут было, ну, душевнее, так скажем, было душевнее. Надо так уж, если срублено дерево, посади новое. Они не участвовали в войне с Наполеоном. Эти пушки хранились в здании арсенала. Они примерно 1877 года сделаны на Абуковском оружейном заводе. Вот такие пушки хранились в здании арсенала. Вот они исторически были перед зданием. Штабы установлены. Вот, значит, небольшой сверх перед нами. Значит, здесь была беседочка, где могли и романтическое свидание назначить барышням, офицеры и солдаты. Музыка здесь играла в комендантском саду, комендантский сад назывался. У меня есть набор старых открытых, там вот тоже на фотографии 1910 года видно, как работает фонтан. Значит, здесь оркестр готовится играть. При Александре Первом еще не было здесь сквера, был плац. Николай Первый сказал, что необходимо сделать сквер на территории крепости, где могли бы отдыхать военнослужащие в семье. Вот, поскольку много семей было с детками тогда, но служили-то по 25 лет, то, естественно, нужно было и такое место для отдыха. Ну, а сейчас мы подойдем, посмотрим бывший фонтан, который сейчас, к сожалению, не работает. Значит, о брусчатке, но я уж позвольте все-таки немножко, как говорится, еще съязвлю. Значит, брусчатка у нас вот так вот. Тут я наблюдал интереснейшую картину три года назад. Вы абсолютно правы. Значит, у нас, да, запатентованная технология, но я шучу, да, укладки брусчатки в 30-градусный мороз. Я думал, что идут съемки об армии Наполеона, потому что, когда я пришел, значит, точно вот сидят в тулупах, сидят рабочие у одного костра, греются, вот, и вот купьют, прямо говоря, в рабочее время. Потому что мороз-то, понятно, вот, значит, ходит прораб по одному мобильнику, говорит, по второму, вот, контролирует. Ну, а под вторым костром, значит, греется почва для укладки булыжника. Температура, как говорится, на улице минус 20. Ну, естественно, я не будучи строителем, но мой строительный опыт сводится к тому, что ремонт сделаю квартиры сам. Вот, я, конечно, понимал, что это нарушение грубейшее всех технологий, что это просто, так говорится, деньги по коту подкуса. Но, вот, почему-то так у нас так было. Поэтому брусчатка у нас выглядит очень даже исторически. Ну, вот, там дальше вот здание просматривается хорошо, такое отреставрировано, желтенькое, стукатурено, да, вот там как раз изолятор находится временного содержания, так что тут у нас сейчас разные силовые структуры, как говорят. Вот, мы подойдем к вами поближе, посмотрите, здесь сохранились надпись «Гинс», «Гинобург». Вот, значит, по поводу воды, вот, обратите внимание, что здесь вода была очень интересна, она не шла из долгу. А вот там трубочка имеется внутри, пожалуйста. Да, вот, вот такой секрет. Вот в слой трубочки шла вода у нас. Вот-вот-вот, которая между стволами пушек. Вот. Фонтан действовал успешно, ну, до Первой мировой войны еще. Значит, но есть мечта, как говорили мне тоже, вот, что проект написать на реконструкцию фонтана. Можно сейчас его запечатлеть, пожалуйста. Пока делаете фотографии. Вот здание, да, госпиталя военное находится, вот, на окраине этого прекрасного сквера. Вот, но, да что, в прошлом году хорошо тут у нас актеры немножко это здание испробовали. Тут были представления театра любительского. Вот, так что, ну, очень приятно, когда вот действительно творческие люди устраивают представления, и здание используется, вдыхается жизнь, конечно, это только. И что у нас вот прекрасная традиция праздника города тоже в крепости проходит, это радостно. Это придаёт позитивные моменты. Ну, здесь, значит, фонтан, да, как мы видим, вот, да, 1810-1912, ну, вот это даты, значит, начало строительства крепости, дата начала строительства. Значит, ну, если быть совершенно точным, конечно, надо было считать 1809-го, потому что тогда были первые заложены, ну, камни. Ну, тут посчитали так, и, значит, 1912-й год, это знаменательный год, когда широко в России отмечался, значит, юбилей разгрома армии Наполеона, столетие разгрома наполеоновской армии. Вот, конечно, это был большой праздник тогда. Вот, пушки, опять же, подчёркиваю, это не те, которые по Наполеону стреляли, вот, которые просто хранились. Вот, ну, тут погромыхивают другие орудия, вот. Так, будем потихонечку, наверное, мы, так вот, два часа и планировали выдвигаться, чтобы не было страшной такой... Я вчера возвращался из дальней поездки, но мы еле ехали в 12 часов, город просто затапливал. Скажу одну гаубицу. Значит, здесь парочку слов об этом постаменте. Значит, он пустой. Хочу вот тоже рассказать. Ну, знаете, вот у нас так, что, как не история, то всё, она с каким-то таким, ну, как говорится, с грустным финалом. Вот этот памятник, вот видите, в каком он состоянии, он находится на балансе, значит, ну, какова экономика, так и в памятнике. Министерство экономики. Вот, это мне рассказывал сведущий специалист. Вот, хотят, чтобы его привели в порядок. Но денег нет. В своё время, значит, был памятник воинам, которые служили у нас в Баусском полку, в Зенгольской дивизии, которая здесь была раскрутирована. В советское время на постамент поставили Иосифа Виссарионовича Сталина, вождя. Значит, он, значит, простоял до развенчания культа личности. Там, в 54-м году памятник убрали. И, опять же, мне рассказывал старожил, оставим это на его совесть. Он говорит, что памятник лежал в Даугове потом. И когда воды было мало, вот такая суша, как этим летом, он приветствовал баржи всей корабли. Говорит, появлялась усатая голова, рука. Вот, ну, потом куда-то он исчез. Так же исчез, как говорится, загадочно, как исчез наш Ленин. Вот, потому что про Ленина буквально у меня неделю назад, вот, приехал сейчас москвич, а в прежней жизни, вот, 30 лет назад, 30 лет не был в городе, значит, тоже наш земляк. И спрашивает, говорит, а где Ильич? Я говорю, знаете, говорю, сам бы хотел узнать, дорого бы дал, что где Ильич? Говорю, исчез он внезапно, вот, как его сняли, все. Ну, куда, не понятно. В этом плане очень люблю литовцев, у них глутопальня. Там использовалось оно уже в советское время, это здание больше, там одна из кадаров была, вот, это более новая. Вот мы идем здесь живые здания, вот, с левого, справа, вот, они 1840 года. Вот, там очень подоконник, все подробнее, да, да, да. Ну, вот, а там тоже, вот, новая пристройка, это котель, ну, где? Ага. Вот, и я хотел уточнить, вы... Да. А, ну, тогда попусти нам, да. Очень интересно. Вы, наверное, нечего бы рассказать. Вы рассказали узнать. Так, вот. Если есть вопросы какие-то, пожалуйста. Скажи, да, сколько прожил Майкл? Сколько, во сколько он? Значит, он довольно молодой ушел из жизни, но ему только-только исполнилось 67 лет. Можно запечатлеть ее времен русско-турецкой войны. Вот, пожалуйста, фотографируйте. Турецкая. Кто желает? Где? Сколько? Реня. Турецкая война был на территории крепостного собора. Тут место, где мы с вами будем завершать нашу такую кратенькую экскурсию, потому что все о крепости рассказать за два часа невозможно. Это сложная задача. Вот, значит, человек очень, значит, судьбы сложной. Он начал, в общем-то, с нижних чинов и дослужился до генерала-лейтенанта, комендант крепости. Помня, значит, о своей тяжелой службе, справедливо относился к солдатам, офицерам, участник многих кампаний, вот, двух русско-турецких войн, смелый командир, который был в первых рядах всегда. И его очень любили, вот, служащие. Вот поэтому, когда умер, комендант был удостоен чести быть похороненным рядом с собором. На этом месте стоял очень красивый собор. Он напоминал чем-то Оглонскую базилику. Двухнефтный собор с двумя колокольнями. Вот где мы стоим с вами, да, потому что это было у самых... С вами будем завершать нашу такую кратенькую экскурсию, потому что все о крепости рассказать за два часа невозможно. Это сложная задача. Продолжение следует...